на библейском портале экзогет мы отвечаем на ваши вопросы вопрос вот такой я испытываю сложности на духовном пути собственно мы видим что это даже не вопрос а утверждение которое каким-то образом нужно прокомментировать в этом нет ничего удивительного было бы странно и непонятно если бы вы не испытывали сложности на духовном пути ну достаточно вспомнить например слова сказанные господом и переданные нам святым апостолом и евангелистом лукой в 13 главе в 23 и 24 стихах некто сказал ему господи неужели мало спасающихся он же сказал им подвязайтесь войти сквозь тесные врата ибо сказываю вам многие поищут войти и не возмогут то есть вот эти знаменитые игольные уши в которые верблюду проще войти чем человеку достичь успеха на пути в царстве божием поэтому даже вот сам по себе вопрос что он так вот сформулирован что я испытываю сложности испытываю сложности на духовном пути говорит о том что возможно автор не до конца понимает смысл и суть духовной жизни знаете я регулярно встречаюсь ситуации и буквально на днях беседовал с одним человеком который говорил мне что в первую очередь он ищет в церкви и ищет у бога успокоение утешение облегчение радость что жизнь наша сложная а вот я хочу прийти к богу для того чтобы когда меньше нервничать вот для того чтобы жизнь моя стала спокойнее для того чтобы я как-то утешился и мне не очень просто было объяснить чем ему что на самом деле в церковь приходит не за этим безусловно утешение безусловно радость и прочие приятные полезные вещи например исполнение разнообразных желаний решения проблем улучшение здоровья повышение по службе нахождение хорошего мужа или жены послушные дети могут если можно так сказать бонусом следовать за духовной жизнью такое случается господь как мы помним накормил страждущих в пустыне пять тысяч человек всего пятью хлебами то есть господь даже при нашей вот условно этой материальной скудости и необходимости безусловно может решить наши проблемы но если мы вспомним какой замечательный за какие замечательные слова господь говорит после этого самого чуда насыщение пятью тысяч пятью хлебами он говорит вам вы ищете меня не потому что видели знамение а потому что ели хлеба и насытились а вы должны искать прежде царствие божие правда его и тогда все остальное приложится вам вот это очень важно понимать что духовный путь это не поиск того что тебе станет хорошо это не поиск того что тебе станет легко это не поиск решение каких-то жизненных проблем как материальных так и духовных или душевных духовный путь это путь к богу это поиск бога лично я должен лично искать бога должен пытаться искать встречи с ним искать воли его и это очень непростой путь в первую очередь на этом моем пути к богу возможно моем пути к богу будет стоять не кто-нибудь а сам я первым и главным препятствием в нашей духовной жизни является сам человек потому что ну вот если представить себе вам вы ищете например физического здоровья а у вас есть излишний вес и дряблые мышцы и вам говорят вообще-то брать с мой надо ограничить себя в еде и начать бегать по утрам кто может помешать для того чтобы ограничить себя в еде вовсе не требуется никаких финансовых вложений наоборот можно даже денег сэкономить для того чтобы начать бегать по утрам тоже не нужно ничего особенного иметь можно бегать в чем есть что называется одел брюки шлепанцы и побежал конечно можно как-то это все обустроить купить дорогие кроссовки хороший там какие-нибудь тренировочный костюм вот и вещи себе можно красиво ограничивать найти себе какую газету особую там без белкову или наоборот безуглеводны все это будет дорого стоить на на самом деле для этого для первых шагов не нужно вообще ничего нужно просто ограничить себе иди и начать бегать по утрам но как же это сложно кто будет мешать я буду мне мешать Я буду лениться, мне очень будет хотеться еще поспать, мне будет хотеться еще чего-нибудь съесть и так далее. То же самое на пути духовной жизни. Сам человек является первым препятствием на пути духовной жизни. На пути поиска Бога и воли Его стою я, и воля моя. И, собственно, духовный путь к Богу начинается с попытки начать молиться, начать следовать заповедям Божьим, начать соблюдать церковные правила. Простейшая, казалось бы, вещь. Она простейшая для тех, для кого это уже, что называется, в режиме. Точно так же, как для человека, который уже последние 15 лет бегает каждое утро в любую погоду. Нет никаких сложностей для того, чтобы встать в очередной раз, в очередное утро, если он не болен, температура у него нет. И в любую погоду отправиться бегать по утрам. Для человека, который уже давно чего-то не ест, точно так же нет никаких сложностей для того, чтобы это сделать. Так вот, узкий путь, тесные врата ведут в жизнь, и немногие находят их. Но надо искать. Самое главное, что даже если вы испытываете сложности, как вы пишете, на вашем духовном пути, чтобы вы не опустили руки, чтобы вы не решили, что это не для меня, желательно в этой ситуации пообщаться с живым священником. Не просто написать к нам на портал Экзегет в надежде услышать некие общие слова, а подойти к священнику в живую в храме, объяснить, в чем конкретно состоят ваши сложности, выслушать его рекомендации, поразмыслить над этим, возможно, что-то удастся применить. Почитать литературу, может быть, но, еще раз говорю, самое главное, это пообщаться с живым священнослужителем или хотя бы старшим товарищем, который, может быть, немножко дальше вас продвинулся на духовном пути и сможет дать вам разумные советы. Продолжение следует...